Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро, Бавовна! Вот со словом Бавовна всегда приятно начинать это самое утро, потому что тогда оно доброе. Во всех остальных случаях, не знаю. Да, итак, друзья мои, Бавовна сегодня была, по крайней мере, в Курской Народной Республике. Сейчас мы с ней разберемся. По поводу остальных Бавовен, Бавовен, будем еще докладывать по мере поступления информации. Итак, Курская Народная Республика, есть уже масса фото, видеоматериала о прилетах. Самое интересное, что российско-фашистские гауляйтеры, которые там находятся на временно оккупированной украинской Курщине, они докладывали о сбитии каких-то четырех фантастических ракет. Не знаю, откуда летели и куда летели эти ракеты. Как обычно, знаете, расисты несут... Сказать, что ахинею, это же обидеть ахинею, потому что они несут нечто худшее. Да, я имею ввиду вот эти все их, так сказать, руководители. Ну что, на самом деле произошло следующее. Прилетели добрые беспилотники. Я не знаю, откуда. Может быть, там, скорее всего, я думаю, они прилетели из Белгородской Народной Республики, потому что у белкоговорящих с куркоговорящими вот постоянно какие-то там проблемы и непонятки на границе. Вот, по-моему, их все-таки бомбила Белгородская Народная Республика. Но мы точно утверждать не будем. В любом случае, прилетели в Курскую Народную Республику несколько беспилотников, которых вот это временное руководство, значит, Курской Народной приняло почему-то за ракеты. Ну, видимо, как говорится, с Бадуна тут что? Тут, я не знаю, сову за ястреба примешь. Вот. И как они доложили? Усё сбили. Усё сбили. А вы же знаете, вы же уже, как говорится, мои зрители, они всегда в курсе, как они усё сбивают. Сбили они это всё дело, чтобы вы понимали, нефтебазой. Да. Нефтебаза, значит, после того, как они всё сбили, нефтебаза загорелась. Вот. То есть, ну, видимо, ну, как вам сказать? Вообще, Россия испытывает сейчас уникальные виды оружия, которые недоступны никому в мире, даже американцам с китайцами. Знаете, вот у них, ни у американцев, ни у китайцев, ни, я не знаю, у англичан, или ещё кого-нибудь, нету ПВО нефтебаза и нефтезавод. То есть, ну, действительно, такое страшное ПВО, которое не оставляет дроном и ракетам никаких шансов. Да, если вот летит ракета Нептун, например, да, у неё нет никаких шансов не быть сбитой нефтебазой какой-нибудь. Понимаете? Просто страшное дело. Ракета и хотела бы, или там дрон как-то там пропетлять, пролететь, понимаете, чтобы вот, чтобы его не сбили, у него не получается, его обязательно собьют и всё сгорит. Дрон же тоже сгорает, уж понимаете, это потеря, как ни крути, у меня аж слезу прошибает с утра. Да. Короче говоря, сгорела к чёртовой матери нефтебаза в Курской Народной Республике. Они там что-то пригнали 100 единиц техники её тушить. И вы знаете, к пяти утра, это сгорело оно где-то в районе часа ночи, к пяти утра они её потушили после того, как она полностью выгорела. Всем это Украина.